Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа Без антракта. Доброе утро. Солнечное утро. Всем радостного дня. И у нас сегодня в ожидании мы находимся. У нас сегодня должен прийти на эфир режиссер Владислав Санаставшевц. Он где-то идет. Мы его ждем. Надеюсь, что мы успеем с ним немножко обсудить его две новые постановки. Одна премьера состоялась в понедельник, 6 января на этой неделе. Это спектакль по роману французского кинорежиссера, который получил в 2013 году Пальмовый ветвь в Каннском фестивале за фильм «Незнакомец у озера». И это такой роман, который вышел на русском языке в прошлом году, который некоторым образом продолжает историю, заявленную кинорежиссером в том фильме, и рассказывает о мечтах, любви, каких-то страшных снах, не знаю, о каком-то мире абсурда, в который попадает главный герой. Дождемся Влада, поговорим с ним об этом. И впереди у него еще одна премьера в русском театре драмы Риги Михаила Чехова, о которой я тоже хотела бы задать ему пару вопросов. Премьера заявлена на 1 февраля. У него сейчас идут активные репетиции. И текст для этого спектакля пишет «Объединение орбита». Это рижские поэты, журналисты, писатели. Ну, в основном поэты. Поэтому будет какое-то поэтическое еще одно событие. А сейчас, пока мы его ждем, я готова, в принципе, принять звонки. И у нас телефон прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Или пишите, пожалуйста, в чат. Мне об этом скажут, если вы напишите. Звонки я готова слушать. Если кто-то к нам пришел, то мы готовы его встречать. Да, вот у нас открывается дверь и входит прекрасный режиссер Владислав Снаставшев. Привет. Садись. Можно не надевать. Мы можем так разговаривать. А, хорошо. Не обязательно. Ну что, солнечное утро. Утро возможностей. Да. У вас сегодня репетиция в Русском театре драмы. Да, в 11 часов. И только-только был какой-то перерыв между премьерой в «Гертрудес» и сейчас. То есть в понедельник отыграли премьеру в «Гертрудес», во вторник пошел на работу с другими актерами. В среду. Вторник все-таки был выдох. Выпросил выходной, да. Хорошо. Ну, я уже анонсировала два спектакля, которые сейчас вот выходят. Один вышел 6 января, и второй выходит в первых числах февраля в Русском театре. Пожалуйста, можно я задам тебе вопрос? Конечно, Женя. Во-первых, всем доброе утро. Доброе утро, страна. Вопрос такой. Это роман. И ты очень любишь работать с произведениями литературными. Ведь сам перекладываешь их для сцены. Ну, сам или кто-то помогает. Ну, помогают, понятно, да. Но ты выбираешь такие вещи. Скажи, почему тебя это цепляет больше, чем драма? Мне вот само это интереснее. Потому что у меня несколько случаев таких было с пьесами, которые мне очень нравились. Я их так люблю, эти пьесы, что они в итоге меня сжирают, и я просто начинаю их обслуживать. И просто теряюсь. То есть, как-то они, ну, как-то сильнее меня, что ли, становятся. Я не чувствую свободы. Потому что бывали исключения, когда это получалось, когда получались драматургические тексты именно. Но это достаточно редкий случай, в моем случае. Ну да, потому что те спектакли, которые я видела, которые мы с тобой вот недавно обсудили, что они мне очень нравятся. Это Бунин, да, «Темная аллея». Это приложенный, опять-таки, да, текст, совершенно не драматургические. Да. Который вы сами уже с актерами, ты придумал, как сделать, актеры это все сыграли. Потом была премьера, которая мне очень понравилась. Это Марингофф, «Цинники» в Новом Рижском театре. Да. Который мне тоже очень понравился, мне кажется. А ты как-то по-другому работаешь с такими текстами? Ну, наверное, это более свобода какая-то в этом есть, когда ты начинаешь это придумывать. Потому что тебе нужно, да, все-таки это, да, там, нужно предпринять некое усилие, чтобы это заработало. Знаете, потому что в пьесах есть такая опасность, что они уже вроде как и написаны для театра, там все вроде сделано. Просто нужно выйти, этот текст, доли таланта, просто произнести. Понимаете? И вот все. Я начинаю просто работать над этими текстами. И я их воспринимаю как музыкальные произведения. В общем, вот я сейчас еще понял, драматургические тексты, это как вот ноты. Но, к сожалению, это не так. Актеры не музыканты. А я, у меня есть музыкальный бэкграунд, и, наверное, у меня что-то срабатывает, какой-то эррор в голове. И мне кажется, что я имею дело с оркестром. У тебя воскакивает ошибка, и ты начинаешь работать в другой программе. Ну, да. Так скажем, упрощенный вариант. Я начинаю просто ставить музыкальное произведение. А артистам нужна другая работа с тобой. Скажи мне, пожалуйста, а почему этот роман? Ты его прочитал в прошлом году, он был переведен, ты его на русском читал? Или как? Я в фейсбуке. Вот историю этого романа. И здесь начинается ночь. Я читаю лента фейсбука, там Маруся Климова, переводчица из Петербурга, публикуют анонс выхода этого романа. Здесь начинается ночь, которую она перевела на русский язык для издательства «Колонна» Дмитрия Волчика. И, значит, я тут же заинтересовался этим. Позвонил Маруся, узнал у нее. Она была задачена моим интересам. Она говорит, серьезно, ты что думаешь, что надо ставить? Да, ты дочитала? А ты еще не читал? Я прочитал кусочек. Ну, я его тоже с ног читала в прошлом году летом с этим анонсом. Да. Вот. Ну, я достал книжку, прочитал и решил, что да-да-да, надо ставить. А ты почему этим романом вообще заинтересовался? Потому что это был фильм, который тебе понравился? Фильм, который понравился. Мне очень понравился юмор, который есть в романе. Мне очень понравился сюжет, который в этом есть в романе. Мне очень понравилось то, что это как будто такой киносценарий, да, что там тексты, эти тексты, они такое ощущение, что они как будто бы, что у них, что они как бы плоские. То есть, эти тексты, они очень современно звучащие, и они, за ними вроде бы ничего не стоит. Они как-то очень легко написаны, да, то есть, ты понимаешь, что это там, это не Чехов с его объемом и глубиной, который надо, значит, что-то там вскапывать, да, и откапывать. И археологически как-то, да, каким-то путем это все, значит, доставать на поверхность. А здесь нет просто, вот это какая-то легкость, и в то же время, одновременно глубина того, что там написано, да, что... И в то же время очень визуально, мне кажется, тоже. Ну вот, судя по тому, что я читала, все равно это читаешь, как будто бы действительно ты говоришь, как киносценарий какой-то читаешь. Да, да, то есть там есть сюжет, там есть завязка, там есть герои, развитие у них есть. И потом это такое ощущение, ну, критики вот во Франции, значит, критики литературные, они сказали, что это, да, является таким, как бы, ну, воплощением там всего его кинотворчества, этого героизма. Но при этом это все равно роман, это повествование. Да, это повествование. Это все-таки повествование, которое вы переложили сейчас командой. Расскажи, пожалуйста, про команду, с которой ты работал. Это очень ведь сложная история. В театре Нагер Трудос, где, в общем, не очень большой зал и не очень большие спектакли играются, потому что он, ну, как сказать, небольшая сцена. Да, да. Это действительно большая и грандиозная работа. Расскажи, пожалуйста, про команду, с которой ты работал. Ну, вот перевод на латышский, это же, как я так понимаю, это с французского переводили. Конечно. Да? Французского пила Агнеса Каспарова, который, значит, с которым меня познакомили наши общие знакомые. А артистов летом я набирал своих, мне известных уже людей, с которыми мы работали раньше, которым я доверяю, которые доверяют мне. У нас прекрасные человеческие отношения, да, остались. И да, то есть я собрал тех людей, с которыми я раньше работал, у меня такая вдруг возникла идея. Все семеро? За исключением главного героя Игоря Шелеговского, с которым мы никогда не работали. А вот молодой человек, который там выходит в эпизодической, но очень важной роли. А, вот и он тоже, да, кстати говоря, с ним тоже. Но он, как сказать, мы с ним были давно знакомы, он у меня молодой режиссер вообще-то. И он у меня вот ездил ко мне в Каунас, там сидел у меня на репетициях. То есть у меня было все равно ощущение, что он какой-то свой человек. Что он, да, из твоей какой-то среды. Да, да, да. То есть мы до этого работали, можно сказать, вместе. Ну, вот скажи мне, пожалуйста, а когда ты придумывал всю эту историю? Вот эти вот семь героев, которые там есть. Да. Трое основных мужчин, героев, да? Три женские роли. Причем одна ведь женская, она обязательно как женская или как? Какая это? Которая играет Анта Айзупет. Полицейская? Да. Нет, не обязательно, могут быть мужчины тоже. Да, вот я поэтому хотела тебя уточнить. И вот этот мальчик, который появляется буквально на несколько секунд в действии, но он необходим, потому что он закручивает сюжет в определенную сторону. Да, не будем спойлерить. Спойлерить. Ходите на спектакль, все увидите. Да. Но у меня вопрос такой. Вот тогда от женщины-полицейской пойдем, да, которая играет Анта Айзупет. Ты просто звал ее и знал, что ты придумаешь для нее какую-то роль, тебе нужно было с ней работать. У меня было понятно, что это была роль полицейского. Для нее именно. В романе, потому что несколько полицейских появляется разных. То ли они там вдвоем приходят, то там в разных сценах разные полицейские, да. Сопровождают главного героя. Да, да, да. Шефа жандармов. Ну да, или там встречают его, там берут тас на алкоголь, там машине, когда они его там ловят. Ну вот, а я просто это объединил все, да, Анто, в одного полица. В одного полица. Да, в одного полица. Скажи, пожалуйста, а остальных актеров, то есть ты актеров набирал, ты знал, кто кого будет играть. Это не был такой кастинг у тебя. Да. Это был прицельный такой, да? То есть ты знал точно, что ты будешь работать с этим артистом. Редкий случай для меня, кстати говоря, когда я артиста беру на конкретную уже роль. То есть ты прям вот выстраивал весь этот спектакль. Почему я спрашиваю, потому что мне само это очень интересно. Это и производит впечатление не случайного подбора, когда смотришь спектакль. Ты понимаешь, что все придумывалось именно потому, что ты знал, кто кого будет играть. Скажи, Арис Матысович, который играет, ну как бы, уже такого дряхлого старика. Это тоже ты просто сам придумал, что именно такого дряхлого-дряхлого старика будет играть очень, как бы сказать, актер, который следит за своей формой. С Арисом такая история, что у него такая очень интересная история с возрастом, что непонятно, в общем-то, сколько ему лет. Во-первых, он все время с бородой такой, которая пол лица ему закрывает, да? И вот эти глаза у него такие чуть-чуть собачьи какие-то, как будто у него глаза сельбернара, у меня такое ощущение. Они такие чуть-чуть вниз, сверху вниз такие поделые. И ему может, с одной стороны, быть лет семь, а может быть... Если сблить бороду, да. Да, восемьдесят семь. То есть для тебя он такой просто человек... Есть такие люди, есть просто люди без возраста. И которые может... Ну скажи, ну возраст – это же не только внешность. Возраст же – это еще какой-то накопленный опыт. Ну конечно, это суть. И в нем вот это есть, вот эта глубина, которая позволяет ему играть такие разные вещи, да? Да, в нем это есть. Он очень странное такое, это прямо такое вот существо, очень с какой-то странной какой-то способностью такой. Потому что наш возраст, в принципе, это же очень такая относительная вещь, да? То есть мне кажется, что мне там, ну от силы 22 внутри, а мне 41 на минуточку. И я думаю, что мы все, каждый из нас остановился в каком-то конкретном возрасте. Кто-то остановился, когда ему было... А потом перепрыгивает, например, да, и начинает себя комфортно чувствовать в каком-то другом возрасте. Да, может быть, да. Нет, при этом это не значит, что он комфортно себя не чувствует, когда ему там 40, да, а ему на самом деле 17 внутри. Это не значит это, да? То есть это не значит какое-то там, какие-то несоответствия или еще что-то, да? Это просто нормально. Это у каждого просто свой внутренний возраст, в котором он остановился, где ему нормально. И ты работал с Арисом до этого. А он непонятно где остановился. Да, для тебя он такой флексибл абсолютно, да, возрастной. Да, не могу никак для себя определить. То есть ты же с ним работал в нескольких спектаклях, и везде ты это используешь, это его качество, да? Да, да, он у меня очень разный во всех спектаклях. Потому что я его смотрела у тебя в первый раз, вот четыре года назад, в «Чёртом Алофье», да, где он тоже, в общем, с одной стороны вроде играет подростка, а с другой стороны, они там у тебя не совсем подростки, они там, в общем-то, как будто бы взрослые люди, которые вспоминают о своём подростковом детстве. Да, умершие. Да. Вот, а здесь у тебя человек, который олицетворяет конец жизни, начало ночи. Да, так и есть. Потому что мы с ним летом встретились, я говорю, Арис, ну слушай, 98-летний старикан, как ты думаешь? И он так вот сидит и так посмотрел вдаль, он говорит, ну понятно, но он так уже на свою жизнь оглядывается, так, её просто уже просматривает, и уже так всё понятно, что всё уже закончено. И он так как-то посмотрел вдаль, вот он посмотрел как-то вдаль, я говорю, точно, я говорю, оба, вот это оно, всё точно. А образ вот этой вот головы большой с этим… А это, говорим, Мёрзана прекрасная нам придумала, такой парик сделала ему. Да, он вроде там прямо исчезает в этой большой пижаме, как будто бы там и нету. Да, да. И огромная голова такая. Да, да. Он, в общем, молодец. Да, ну это прекрасная, конечно, работа. Ещё хочу тебя спросить, извините, девушки ещё у нас две, которые мы не вспомнили с тобой. Это Инесса Пуджин, которая играет дочь… Инесса вообще легенда уже нашего театра, нашей театральной сцене. И Мария Ленарте. И Мария Ленарте, да. Да, которая играет… А я её называю Лария Минерте. Я, наоборот, я первые буквы. Мне кажется, что она не Мария, а она Лария. То есть Л, Лария. Которая тоже здесь у тебя выделывает чудеса просто совершенно. Да, выделывает. Движи владения телом, ощущение пространства. Она очень харизматичная личность. То есть она выходит и просто есть. А это огромная редкость. То есть у неё нет границ в смысле того, что вообще можно, что нельзя, что принято, что не принято. Она какая-то, знаете, она какая-то очень неприличная в прекрасном смысле этого слова актриса. Потому что у нас очень много приличных актёров. Которые пытаются существовать в рамках, да? В рамках, да. Они соблюдают приличие. То есть А Мария, вот всё у неё антиприличие. Вот мне, честно, она напоминает Жанну Агузарову в юности. Да. Она акционистка и перформер. Да, мне тоже кажется, что она прям может... Да, и она вот здесь и сейчас существует. У неё просто какая-то она очень свободная. Скажи, ведь она же... Кошмар, собственно, сумасшедшая. Её героиня запускает весь этот кошмар с главным героем. Ну да, она, пожалуй... Ну да, вынуждена была рассказать, что она видела в окне. Да, то есть она вот тот самый катализатор, который запускает все ужасы, происходящие с главным героем. Инесса, которая играет тоже возрастную роль там такую, но она как раз промежуточная, как будто мы между вот этим старцем, олицетворяющим мир, да, вообще всё в этом мире. Старый мир. Да, и вот этой юностью безрассудной, которая стоит на голове практически. Да. И она такой соединяющий, да, мостик. И в ней есть, с одной стороны, в её героине, как мне показалось, есть какая-то рассудочность, а с другой стороны, абсолютная покорность текущим событиям. Да. Ну какая-то, вот тоже удивительная. Она, с одной стороны, очень правильный человек, послушный, гражданин, который понимает, что полицию надо слушать, какая бы она ни была, а с другой стороны, она всё-таки тоже, то есть и на стороне в странным образом главного героя. Да, она там очень ему покровительствует в этом спектакле. Ну да, да, как-то достаточно хорошо к нему. И ещё есть две большие мужские роли. Мужские роли. Даже я не знаю, ну как сказать, есть главный герой, есть его вторая какая-то часть. Да. Я даже не знаю, как можно сказать, главный герой или не главный герой. Мне кажется, что этот твой главный герой, он и не может существовать в этом спектакле без второго своего антагониста. Ну да. Расскажи про этих двух артистов и про этих героев. Ты когда делал спектакль, мы опять возвращаемся, ты точно знал, что будут играть эти двое. Игорь ты знал, будет играть, и Каспар будет играть. Да. Нет, во-первых, сначала я думал, на самом деле, что Арис, который играет старика, будет играть главного героя. А потом я понял, что кто же у меня будет играть старика. Я понял просто, что лучше Ариса никто это не сделает, потому что такой вот особый, опять мы про Ариса говорим. Да, и тогда мне сказала, значит, мы сидели, значит, выпивали в Кане, посередине, господи, кого же взять на главную роль. И мне, значит, одна моя знакомая говорит, возьми вот такого Игоря Шелеговского. И я такой, то он свободен. А зрители его знают хорошо по фильму, который был вот в прошлом году, по столетию, этот «Хомо Новос». «Хомо Сапиенс». «Хомо Новос», где он играл главную роль главного художника, героя такого. Наверное, да. Прекрасно. Да, да. Ну, а я не видел кино. То есть Игоря до этого я на сцене вообще не видел. Я очень так, примерно, я его пару раз в жизни встречал только. Мы ни разу в жизни даже не общались. То есть для тебя он был тоже «Хомо Новос». Абсолютно кот в мешке. Кот в мешке. Но у него была очень хорошая репутация. То есть, вот, и все, и мы с ним встретились. Я ему рассказал, потому что они же все, никто не читал роман. Они мне сказали, что это такое, про что это. Я начинаю рассказывать. Ну, там, значит, а там сюжетная коллизия-то такая, что ее этот слух произнести неприлично. То есть, и там одно за другим, и все вот эти сюжетные повороты, они все связаны с какими-то вывертами. И, то есть, и я вот это рассказываю, мне самому даже неудобно чуть-чуть им рассказывать это. И все как бы, и все сразу в этом что-то увидели. Потому что я у Анты спрашиваю, Анта, как тебе роман? Она говорит, ну, я только начало там прочитала. Я говорю, ну, и что ты думаешь? Ну, что, ну, вот трусы, сперма, нормально, интересно, да. Скажи мне, пожалуйста, а Каспар? Каспар тоже мы давним уже. Изначально было тоже для него это вот такая страшная роль. Да, я был на Позитивусе на музыкальном фестивале, и Каспар там тоже участвовал. Мы, значит, на одной сцене выступали. И они вот только выступили, а мы должны были на сцену выходить, как раз с Ваней Лубенниковым. В Москве у нас была программа. И я смотрю, сидит Каспар вдруг. Случайно я его, значит, встречаю, вижу, такой с бородой, оброшенный, с такими волосами, из деревни только что приехал. А он, дело в том, что у него сложный был период, он сломал себе ногу. И у него от этого слетели съемки в каком-то итальянском кино, очень крутом, и в каком-то еще кино. Вот артист. И тело артиста. Он играл в футбол, и как-то неудачно потянул себе какую-то там мышцу. И все. Понимаете? И у него до сих пор эта нога, значит, травмирована, ну, значит, героически борется, и все в порядке, все делает, и акробатика, и все, там все, что в спектакле. Понимаете? И вот он сидел, и у него был какой-то такой, какой-то такой... А, у него еще была температура 39. И он с этой температурой только что-то играл концерт, и вот у него, понимаете, какая-то такая... Как-то была величественность от всего того, что ему пришлось пережить. Всего, что с ним случилось. Случилось. Это, понимаете, это уже разочарование, ты же можешь так обидеться на судьбу, что у тебя только вот какие-то возможности вдруг появились, и вдруг бац, ты ломаешь ногу, и у тебя все слетает. Понимаете? И он как-то с таким каким-то... Как-то так это круто пережил, переживал, очень правильно переживал. И за этим была какая-то вот просто величественность. И я говорю, Каспар, боже мой, как прекрасно тебя видеть! Он говорит, он так смотрит на меня, не сейчас. То есть просто сейчас не могу. Сейчас вообще просто не могу. И он просто сидит в какой-то прострации, куда-то уже летит в какой-то космос. Да? И вот я ему сказал просто роль, вот если что. Он говорит, да-да, хорошо. И все. И вот он прочитал, и все. Да-да-да, согласился. Очень ждал этой работы, когда мы будем вместе работать. Он такой монстроидальный, он как будто бы вообще какой-то андроид. В этом спектакле. Вот они все живые, а он какой-то как будто бы искусственный... Да, интеллект. Да-да-да. Ну да, он какой-то такой... И даже вот это то, что ты говоришь, травмированная нога, которая у меня на скотчах, заклеена на этих медицинских скотчах, степах. Она даже еще больше в это выводит, на мой взгляд. Ну да. Ну да. Не просто делает из него какого действительно франкенштейна, андроида. И не очень понятно вообще у этого человека. И вдруг выясняется в какой-то момент в твоем спектакле, что чувствует он посильнее, чем все остальные. Да. Это просто как-то пробивает в какой-то момент, и он удивительно это играет. Вот. Я очень впечатлена спектаклем. Ура, Желиня, я страшно рад. Но мы все-таки должны... И мы должны, наверное, все-таки зрителям сказать, что играть в его редко, потому что вот то, что ты назвал этих артистов, все они дико заняты. У всех как-то очень много и ролей, и работ. В том-то и дело, да. Что мы все, понимаете, мы, в принципе, никому из нас по большому счету этот спектакль, в общем-то, не нужен. Если бы... Единственная причина, почему мы его сделали, это из-за того, что нам понравился материал, во-первых, а во-вторых, чтобы встретиться друг с другом. Ну, это чувствуется очень. То есть мы просто кайфовали от того, что мы опять вместе, что мы встречаемся. И там вот... Да, вот это было главное. Ну, понимаете? И вот это вот... И сейчас нам как-то всем странно, что все закончилось. Ну, не закончилось. У вас это все-таки только началось, на самом деле. Просто твоя роль в этом будет немножко другая, да? И это будет уже не сотворчество, а уже потом какая-то реализация того, что у вас получилось. Теперь спектакль, к сожалению, только в марте. И я так понимаю, что уже все... Нет, в феврале же. В феврале будет, да? 16 февраля, да. Вот, видите, ловите. Потом 9 и 30 марта. Вот, все-таки у нас три спектакля впереди, на которые можно попасть. Нельзя уже. Уже нельзя? Уже все это продано? Уже давно уже все продано. За час все продали билеты. За мно-март. На март за час продал. Ставьте дополнительный. Делайте подарок людям. Ну, я сказал, да, чтобы пробовать. Ну, и я хочу сказать, что все-таки надо предупредить людей, что это действительно очень сложное с точки зрения как бы такого определенного отношения людей к театру, что их сейчас придут и начнут там рассказывать про великое, вечное, какими-то красивыми словами. Доброе, да. Что это не очень доброе, но вечное при этом, потому что это вечная борьба человека между телом и душой, на мой взгляд, как мне показалось. Мне кажется, это вообще Вагнеровская какая-то коллизия. Я даже в какой-то момент подумал, что это может быть как этот, господи, как же его зовут-то, Вагнер, опера, черт, вылетел из головы, про главный герой, который был в пустыне у Венеры, Тангейзер, да, что это история Тангейзера. Ну, просто там другие Венеры у него. Ну, вот именно, да. И история любви, которую человек обретает. Да, и Ромео Джульетта, как-то запретность, запретная любовь. Да, и она же может быть разной, и тут, в общем, конечно, надо отдать должное, потому что актеры и создатели спектакля не боятся говорить ни о каких темах, и в этом есть прелесть, потому что… Наоборот, подстёгивали меня. Да, актеры подстёгивали, как ты мне говоришь. Я говорю, ребята, мы-то правда можем это показывать? Я говорю, ну, конечно, можем. Ну, да, и мне кажется, что главное всё-таки в человеке это не пол, не возраст, а душа и желание любить. Ой, Женя. Мы два слова ещё скажем. Куда ты бежишь сейчас? На какую репетицию? Бегу в русский театр на репетицию пять песен по памяти, будет спектакль 1 февраля у нас. Через три недели. Сочиняют пьесу, сочинили тебя? Сочинили пьесу, да, «Орбита», поэты рижские наши, творческое объединение «Орбита» сочинило у меня пьесу, написали они вот только что с полымя, вот мы её ставим. Но это тоже такая особенная пьеса, литературная будет. Но это же не пьеса там, да, Чехова и Шекспира? Да-да-да. Островского, не знаю, там, мальера. Да, про нас, про сейчас, про… Про дыхание времени, про то, что ты любишь. Да, про воспоминания, опять же, про прошлое, про то, как люди ничего не помнят и пытаются вспомнить. А потом, когда вспоминают, понимают, что лучше бы не вспоминали. Это такой абсурдный, абсурдистский такой сюжет, стиль Мрожика, что-то такое. В ночи это тоже присутствует, что его сны, которые снятся главному герою, лучше бы, может быть, ему бы и не вспоминать, что у него были такие сны. Ну, да. Но там непонятно даже в какой-то момент, что сон, что не сон. Да-да-да. В конце, понимаешь, оборачивается то, что сон – это реальность. Да-да, это есть в том спектакле. И как раз начало мне показалось, что оно заявлено как реальность, а вполне могла бы быть и сном, потому что это всё, в общем, скорее происходит у него в голове. Ну да. Чем на самом деле. Ну да, ну да, ну да. Ну, как, собственно… Какой-то умный зритель, Женя. Ну… Ну, невозможно. Я просто… Это прекрасно. Ты так прекрасно в фейсбуке ещё написала, как ты сформулировала прекрасно то, что прошел этот спектакль, не понимая языка, при этом ещё три часа что-то человек смотрел, и в итоге поняла лучше всех, всё. Беги на репетиции, ждём спектакль, теперь, значит, в русской драме. Называется «Пять писем». По памяти. По памяти. П-п-п. Не пропустите билеты, потому что, видите, на Гертрудес не попасть, а теперь сюда, на эту премьеру мы ещё можем успеть, вероятно. Можем, да, можем попасть. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, хорошая тебе репетиция, новая премьера. Любите театр и доверяйте режиссёрам и актёрам, они знают, что делают.